так друзья чай в запасе и вперед все меня интересует ребрики есть тут или нет сейчас буду искать ребрик это моя совесть он почти всегда жалко ему хотел что показать но сегодня его нету именно вот эти все темы про например про дарвина это его александр алексеевич вот так вначале я вас покажу вот пусть так это у нас время то сколько мы даже сэкономить 10 минут у нас идет два часа на алексу и один час на разговоры и так сейчас я вас покажу нет я покажу ваше то если когда-то признает все о чем я написал это будет признано новым садоводством и даже новым этим как назвать я уже не зря просил благословения у отца алексе вот когда-то если действительно удастся перестроить сознание людей начиная со школы и там будет вы будете одним из тех один из самых главных в этом направлении почему потому что вы мне дали возможность сейчас покажу какой мне дали возможность это уникальная кстати уникальный архив ну на чем вы смотрите помните я вам показывал эту даму да которые со злобой вот смотрите это средства массовой информации вот соотношение наших возможностей даже ваших санглесеев десятки сотни раз больше потому что люди любят смотреть телеканал все еще любят значит они делают вы бы стали такое печатать моют деревья они моют деревья и не просто мой таким раствором чтобы отмыть мхи грибы лишайники представляете это на полном серьезе вот эти вот эти две я их не считаю дурочками дурак это тот кто их сказал читайте сценарий потом переберите вы знаете считается смех грозное оружие пусть будет смех когда-то они увидят лучше бы видели их начальник из канала я там сибири не только вот эта девушка королева красоты стала замениться на там достойно нужны нужна новая кровь вот и такого же возраста такого же уровня сергей или я бы показывал моего мои лучшие эти ученики а вот это вот а ведь если не что миллионы садоводов должны были взять делать этот раствор а у всех искалеченные деревья вы ничего не видите друзья они искалечены вот до чудова до ее уровня до ее шеи все отрезано все и дерево покрылось этим хами лишайниками и прочими грибами и вот они теперь натвори в этих подлую вещь они теперь их будет и ведь это на всю страну не просто вы знаете я понимаю так извините я даже вы постоянно слушать и вы наверно даже знаете то есть я все время когда-то анекдот был переведен в виде фильма но в виде юмористического фильм а играл там вот это знаменитый артист нас его еще называли ласковый май в глаз и он называли ласковый май в кене тяну забыл как его фамилия но все знают он еще в этих играл которые гардемарин и вот значит он играет это сценка он подходит дурдому по каким-то делам так вдруг подлетает к нему на палке вот так палка между ног и его и говорит солисть подвезу он понимает что в лип в лип то есть сейчас если он скажет значит что откажется а вдруг он это палка даже веришься псих всех перед ним он вперед с одним пристраивается на руки на плечи и они на этой палкой поем его скачут к этому к входу в сумасшедший дом почему сумасшедший тот слазит и собрался сходить спасибо а теперь платите сколько ну допустим 100 рублей а вот его палка деваться не было подвез вот ему дает 100 рублей и спокойно уже безопасно заходит он заходит приемную и говорит слушайте там у вас сумасшедший какой-то сбежал ну с этого вы его поймаете ведь посмотрите на 100 рублей нагрел это студенты этого самого вуза подрабатывает ну медицинского студент подрабатывает ну согласитесь что это очень смешная история но эти-то подрабатывают ведь это сумасшедший дом девчата ну вы то одна то кандидат наук вторая кандидат но совсем других наук то есть дура дура то есть это не не это не садовод но это-то кандидат настоящий чему вас учили деревья мыть искалечить потом мыть вы поняли почему я на вас отыгрывать потому что нехрен и всю страну позориться вот она это а потом мыть потому что дерево искалечено покрывается она не просто искалечено мхи лишайники грибы появляются на мертвых участках когда кора полностью сгнила теперь в этом месте где кора сгнила живая запомните на всю жизнь оставшуюся если вы еще хоть чуть-чуть соображаете что кора если она живая в данном случае речь идет о поверхности коры так а не о листьях это потом значит она ни к ней ни один гриб не прицепится я даже помните рассказывал про этот анекдот вот и сейчас расскажу нет я уже раз не буду а тот он такое немножко про лапки с которой соскальзывает с одного места помните так вот с грибов лапки соскальзывает и они никогда но как только появляется мертвецина для них мертвецина это почва и тогда они спокойно поселяются не на дерево а на почву которая на дереве образовалась и теперь они берут и то что уже стало симбиозом симбиозом то есть явление симбиоза становится симбиозом они теперь это соскребает ну да даже этот который подрабатывали сумасшедшими студентов они умнее вас они хотя бы знали что делали а вы не знаете что делаете у вас сценарист идиот него и он идиот он вас оставил делать идиотскую работу вы позоритесь потому что вы гордо говорите мы ведущие мы феи какие вы феи вы же эти калече деревьев феи разумас калече деревьев идем дальше а теперь про рябрика ладовый сад это еще не вы вот смотрите ну или на самом начнем сергей это не стал в этом заниматься а вот допустим я позвали бы кемерово это там есть официальная передача консультант садовода это передача ко мне приезжала раз десять вы сняли кучу учебных фильмов они молодцы понимаете вот а вы думаете это что они снимают мой фильм про меня много здорово там в саду которая бле блен абрикосами уже еще и доказывать ничего не надо только смотри это и завида и тут же блять включает и жените я уже слова применил так ненаучная блять тут же блять берут и рекламируют живицу почему а потому что чтобы ее использовать надо дерево искалить и вот я представляю я не стану если вас пригласили вам у вас же краснодарский живете у вас вы там могли бы стать ведущей но вас заставят рекламировать всякую дрянь поэтому я бы такого не желал вот на всесоветном канале там бы ваши бы коллекции на всероссийском канале на федеральном канале москве там бы еще вы могли бы принести пользу который бы перевесила это уже подлую рекламу а так вот пожалуйста колесе а потом живицу это уже кемерово вот это так слова пришлось попутно а вот это начинается это начинается влады мичурина питомник садовода так 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 заболоски так мы уже близко к кремлику внимание добро должно быть с кулаками вестник садовода вот это ваши это вы напечатали железо вот которого отказались печатать на тот момент была теория заговора все ведущие а до этого печатали лауреат этой премии везде во всюду железом во всех десятки региональных и в двух московских крупнейших изданий все и в этот момент появляется вестник садовода декабрь хотя бы 2012 года вот вот это я про вас вот видели это случайно это в леса откуда наши супер специалисты взяли чтобы создать книгу они взяли все южные этих самых передали еще с южных ведь видели но это к слову понимаете вот сейчас вы увидите это так все так случайно подмешалось вот он весит садовода видите трудный путь абрикоса до север вестник садовода это ваша работа как вы осмелились как еще понять не чудо диванная опять же лежалок до печатали опять 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 а ведь это учеба смотрите опять это ваша работа и это ваша работа из адресе это ваша работа вот ну тут каким-то образом получается что дальше не двигается сейчас мы найдем вы где-то тут остановились где-то мы тут остановились вот я все не все а вот сколько смогу покажу ладно что-то пропущу нет это проходили почему же дальше не идет сейчас проходили попробуем тут ваша работа ваша работа дальше пойдет пошло дальше а ведь это же сибирь почему не испугались это печатать железа проходились а вот это вот учеба уже сибирская и это учеба сибирская и это вот это ваш красивейший журнал это пошла мошенничество но это не все сейчас они же найду еще смотрите что удивительно да вот это тронуа это единственный московский ученый который меня поддержал когда меня объявили что железо несет дичь помните доктор науга вы все печатали меня ее вот и вдруг павел тронуа поддержал железо на земле многого не было не было на земле вот этих вот роскошных абрикосов и кукурузы я был так поражен нас двое а вы знаете что с ума сходят то по одиночке а если нас двое которые сказали что это все прибыло на землю со стороны вы же не могли с ума сойти вдвоем а у него доказательно смотрите смотрите а вот это уже почти законы постулаты а это снова тронуа вы видели как как мне повезло в жизни это благодаря вам а вы могли бы не печатать ни меня не его учебу это самое приваем параевском александр кулинкам это умнейший доцент кулинкам так и написал он выбрал наблюдать стороне наблюдателя он написал что вот тут и внимательно зачитать но сейчас мы мимо проходим почти что раевский а это же императорская это президент императорского общества царского он бы железом не согласился а я так что могу сказать не могут крыму родиться вегнативные гибриды не могут крыму им напрягаться не надо а кулинкам умнейший мужик все это тиберязь мы не понял этого на тот момент а царь сеть а тут написано что он бы меня не в железо бы не понял а между нами сто или 150 лет у него сад крыму и в херсонской области там откуда кстати я привозил оттуда же эти не обвиняли железов там это на готовая а сейчас я прятал эти самые веники с черенками от таможни от украинской вестник садовода пожалуйста вот покойный владимир васильевич видите вот он и меня тут не забыл что что было самое приятное что среди самых крутых садоводов а ведь это же официальный журнал железова не забыли спасибо снова вестник садовода вы представляете какой журнал меня печатал себе растет носящий каприкос это уже байкалов вот так вот учитель садового дела ну чё хватит крамаренко если бы то лариса вы хороший человек увеличенный все но посвятить жизнь совершила одну ошибку закапывать на 5-6 сантиметров косточки но нельзя так было но ведь уже поправили тебя ну нельзя стоять уже на смерть ну что делать как будто признав ошибку ты вот станешь сразу переходишь в разгар каких-то этих наоборот в этом есть добросовестность профессионального хозяйства чтобы меня попинало от злости что ли ну ладно вот все я дальше постулат альтернативным садоводством но ведь не побоялся же это александр я говорю один из тех в другом еще россия держится а вот это я уже последний я хочу чтобы поняли кто перед вами вручается железного валерий костянущу дедушке мутовина тимофеева за активное участие в жизни группа тюрьмок ребенок заканчивал последний час последний день в садике да и мне вручили письмо у меня слезы по щекам текли у меня орден есть у меня почетное звание есть но я никогда не не туда слезинки не пустил а вот когда вот это мне вручили оплакал понимаете вот здесь моя душа за живущих жизни группа тюрьмок вот то что я получил как заведующий от воспитательницы это для меня важнее ордена вот такой он я по жизни это чтобы меня не считали то этим проходится ладно теперь мы серьезно начинаем заниматься теперь мы начинаем заниматься вебинаром спасибо Александр Алексеевич знаете как я горжусь такой человек ольга добрый вечер юрий брат здравствуйте арсентьевич добрый вечер ольга земли мало посадить хочется на какой минимальный расстояние но невозможно так ответить понимаете в чем дело вы допустим берете саженцы вы посадили например по северный вариант три на три почему мой внук я коротко совсем мой внук нет сын приемный сын который с украины привез вместе с мамой да и проходит несколько лет я говорю саш тебе здесь нравится а вот все это ко мне отец привезел с украины да он с украины приехал ко мне а у меня уже сад был готов он говорит у нас вас малина слаще у вас мородина у вас вот все он был в шоке а ребенок что сказал папа все замечательно кроме одного на деревья невозможно залезть и у меня деревья к тому времени были вылезти 10-12 лет когда не залезть и было 34 они же корневой отводки яблони они же не карлики ну сдержанный рост не они ребенок не залезть вот вот это было понимаете а на юге можно садить надо 5-6 метров между деревья это некоторые потом могут даже гуще показаться но беда там в том что где вы возьмете саженцы вы взяли на рынке 20 саженцы посадили через 5-6 метров так 20 допустим так на сотку уходит где-то штук 80 до 80 купили бывает а нет 80 до 10 соток извините за ботов и вы решили у меня будет сад я тоже продавать буду и воду посадили на эти 8 штук на 10 соток проходит несколько лет у вас нет ни одного вопрос стоило хоть садить через метр хоть через 10 тогда надо где гарантия что 80 вы не выпишите уже такие случаи были редкие случаи 100 выписывали 50 наверно они все живы или почти все вот 20 случаев не поберите тут же железу выписывать после этого разговора вот вам нужно начинать собой если начинать самой берем косточки и повторяю себя как классик извините за выражение берем косточки они не два месяца пролежали допустим абрикосы и не 3 косточки слива она еле раньше вытрахнули в тазик ой прокнулись один второй третий десяток вот их то и садить уже но даже все таки не через 5-6 метров хотя бы через два 2 на 2 на 2 на 2 густовато но не шаг что все проснувшиеся вас когда-то станут почвами деревни густовато почему потому что это лучше чем когда дерево умерло и уже между ними не 5 метров а 10 это что за сад от дерева до дерева 10 не опылить себя нет а потом подсаживать между ними вот это про проснувшиеся садим 2 на 2 а которые спят садить отдельной школкой они могут зайти на следующий год а можете когда а может тут же взойдут но которые взойдут тут же лучше оставили на себя стали уже перестать это присаживать чуть хуже развиваться будут и те которые начинают сначала проклюнулись можно садить на постоянные места но все же погуще допустим 2 до 2 который не проплюнуть с отдельной школкой примерно расстояние в школке как между помидорами или даже чуть гуще все пойдем дальше так что ответить точно там допустим линейка вымерять никогда не скажу потому что они еще разные виды у них разная схожесть разные размеры будущего дерева вымерять